для меня результат оказался более чем предсказуемый но вы если хотите разобраться полностью данной смоле оставайтесь до конца видео мы разберем каждую из заготовок что как лево при какой температуре и как она склеилась так ну что для начала наверное давайте попробуем крестовину так как самое показательное это будет как приклеивать стекло ну а для начала я думаю стоит попробовать как вообще склеивать у нас дерево просто намазал с одной стороны ну естественно с двух сторон видите и повыдавливала сюда в принципе нормально что же зажимаем и пробуем отломать посмотрим что как пойдет до сломается на и начать пошло нравится пошло здесь видите дес зажал то давайте попробуем так отломать ну что этот тест нормально так и должно быть так давайте смотрим сосну посмотрим сосну я сейчас вот так зажму или лучше не в телефон час попадет и подавайте вот так я зажимаю берем молоточек я сейчас вот сюда бью и посмотрим давайте глянем сейчас вот это место здесь вообще шов не подготовленный смотрите с этой стороны здесь отпилена просто просто вот ленточной пилы остались швы а вот это место то есть она вообще от пилы от циркулярки вот они риски идут вот с этой стороны вот то есть она вообще вот это место вообще вот эта площадка вся она вообще не шлифована еще полностью как от лента циркулярки было так и есть и сейчас выбьем ее вниз есть контакт есть контакт и и и и и по-моему оторвало пошли прямо по клеевому они отсушите друзья не забывайте ставить пальцы вверх подписываться на канал рассказывать об этом видео друзьям и это все снимаю только ради вас я это уже давно сам все прошел вы знают что и какая смола как клеит но решил снять это видео специально чтобы вы посмотрели и не экспериментировали на таких дорогих материалов теперь вы будете точно знать как не я 40 за свои деньги как лет эпокси за свои деньги и будете уже для себя делать выбор какой смолой пользоваться и пользоваться ли ей вообще вот эти по пластику сделал такую нехитрую приспособу чтобы губками не сломалась сразу пошло зажал сюда две проставки которые использовала при зажимании в тисле рукоятки сейчас мы на эту сторону сторону стекла у тут сломаем и двумя кусками разорвем посмотрим непосредственно клеевой шов пластика к дереву так ну поехали это лежит пока эту не трогаю эту ломаем так дерево сломалось кстати видите в чем разница с одной стороны есть пластик тут нету сломалась а почему я ломал в эту сторону за потому что если пилом а в эту сторону пластик бы намного больше сил потребовал от меня на слом чем я сломал сюда поэтому он используется в двух сторон для защиты дерева от вот таких приколов так смотрим сюда здесь видно очаги рассвоения непосредственно самого стекла вот она блестит вот и вот вот один начат большой вот второй непосредственно рассвоение самого стекла между собой так разламываем видите ну так вот я 40 приклеивает классик дереву смотрите теперь с этой стороны дерева с той стороны пластик смотрите видите но усталость из-за того что вот здесь смотрите сейчас сниму перчатки видите уже разрушение пошло видите дерево разрушилось и поэтому заготовка осталось вот в таком положении так как уже получилось вот тут усталость если бы был пластик и с одной и с другой стороны вот этого бы не было так ставлю обратно и ломаем дальше с этой стороны ничего абсолютно нету давайте так сломаем я сниму потому что он просто лопнет сейчас и все между собой видите только вот в этом месте немного подорвало вот так вот она выглядит заготовка сейчас заготовка сейчас берем ее заготовки смотрите здесь дерево на этой заготовки присутствует и полностью стекло все вот здесь то есть это говорит о том что разрушение идет не по клеевому шву а непосредственно по самому пластику видите вот это отличный результат приклеенного стекла тут вообще выглядит это вот так итак друзья начинаем с давайте начнем с комнатной температуры я 40 склеенная просто ясеневая но такая штука берем ее руками и разламываем смотрим что из этого получилось у нас смотрите но такая разрыв разрыв полностью по волокнам дерева мы поближе еще рассмотрим каждую заготовку и обсудим так давайте эту часто же подпишу чтобы не перепутали что это тоже комнатная температура вот так я помечу чтобы мы их не перепутали так следующую давайте возьмем сосну с эпокси и посмотрим как приклеилась она давайте таким же макаром ставим зажимаем сюда и молотком сейчас выбиваем этот кусок вылетел и мы смотрим с вами так ну так клеит эпокси смотрите тут еще соединение попало но я думаю это как бы ничего страшного в этом нет здесь полностью все приклеилось классно тут оторвало сюда то есть это тоже очень довольно классный результат и самое интересное самое интересное это стекло то что нас больше всего с вами интересует правильно значит я 40 при комнатной температуре эпокси при печке и сейчас будем смотреть давайте ломаем сначала этот эту заготовку делаем все так же как и прошлый раз зажимаем сюда устанавливаем и ломаем в эту сторону в эту сторону так все камера пишет все четко все отлично и пробуем просто сломалось и все и смотрим теперь смотрите какие разрушения видите стекло отлетела здесь полностью трещина теперь давайте оторвемся на эту сторону кусков дерева нету то есть кусков дерева нету разрушение проходит по самому верхнему слою стекла то есть она и осталась здесь но оторвало не с деревом на оторвало значит по краешку склеевой шов остался но разорвало по самому пластику смотрите ведь и ворсинки видно они блестят здесь и теперь отрываю сюда смотрите смотрите вот здесь видно полностью оставшийся пластик на дереве мы поближе еще разберем с вами тоже откладываю это все сюда эти три заготовки и я 40 при комнатной температуре напоминаю разница в цене смолы колоссальная разница колоссальная результаты вы все видите выводы делать тоже вам берем зажимаем сюда и ломаем эту часть явно усилий больше надо чтобы сломать смотрите эту часть помните какие были разрушения по пластику смотрите все разломала здесь и какие были разрушения там и какие разрушения здесь то есть пятно значительно мягче мельче пятно расслоение пластика в этом месте видно что он еще проклеенный непосредственно отлетел по месту слома давайте отрываем колючая тех чтобы вам попало вот разрыв при комнатной температуре смотрите здесь точно так же как и на эпокси разорвало по первому верхнему слой пластика без отрыва дерева видно что пластик остался и здесь весь ворсинками видите он и здесь вот такой кусок вырвало пучок откладываем сюда и отрываем теперь эту сторону смотрите все классно но при комнатной температуре приклеенная получится у нас сейчас оторвать эту часть результат вот такой теперь поближе разберем все заготовки чтобы могли разобраться итак друзья поехали разбираться поближе что к чему ведь здесь у нас имеется я 40 вот здесь у нас имеется эпокси смотрим эпокси замечательно все приклеиваю я 40 печка замечательно все приклеиваю даже может показаться что хуже чем эпокси но так как здесь шов видите был срочно здесь поэтому так получилось результат 11 двигаемся дальше кривой шов я 40 склеена полностью классно оторвало вместе с деревом печка плюс двигаемся дальше я 40 печка замечательный результат плюс так смотрим я 40 комнатная температура смотрите комнатная температура печка смотрите полностью разорвана по дереву не вот этот шов то есть разница видно здесь намного глубже разорвало здесь выше то есть при печке все-таки лучше склеивается но не на очень прям много двигаемся дальше комнатная температура я 40 видите даже подписано комнатная берем положим сюда и и не берем эпокси смотрите результат эпокси печка я 40 комнатная температура я могу сказать что это результат один в один я 40 при комнате клеит классно где-то 23 25 градусов первое преимущество огромное в плюс я 40 двигаемся дальше это на заготовке у нас эпокси довольно хорошо приклеиваю давайте посмотрим я 40 печки смотрите в принципе один в один я 40 печка эпокси печка я 40 откладываем туда печку оставляем здесь я 40 есть куски на дереве волокна длина уходят эпокси вместе излома осталось дерево и вместе излома осталось дерево смотрите результат где больше дерева волокна по разрыхлево в принципе одинаково двух сторон так двигаемся дальше берем я 40 вот этот образец интересная очень здесь оторвать так и не получилось видимо вот у бога со слой в амели пока со слоя оторвало вот у дерева осталось пытался я ее оторвать ничего не получилось так это была морилка смотрите под морилкой здесь видно остатки светлые верхней части дерева вот этот образец деревянный смотрите сколько здесь волокон осталось принципе тут довольно сильно где-то пол стекла где-то пол стекла осталось разорвало по центру шла так положим сюда и давайте посмотрим вот этот образец это у нас тоже кусок под морилкой был который сослойный вот он вот отсюда его оторвало и вот белый кусочек куда-то уже не помню так что мы имеем здесь комнатная температура я 40 и эпокси печка в принципе один в один уже подтверждено так и давайте еще глянем по дереву по дереву принципе но все есть давайте подведем итоги выводы делаете вы я просто расскажу о плюсах и минусах той другой смолы потому как они клеят вы уже увидели надеюсь что эпокси клеит немного хуже я 40 клеит немного лучше значит из плюсов огромнейший жирный плюс в сторону я 40 она клеит при комнатной температуре на уровне просто вы намазали 23 градуса на сутки оставили будет тот же уровень при клейке как эпокси только при огромной температуре и долгой выдержки огромный плюс в приклейке анкеров втулок склейки рукоятей каких-то накладок приклейки приклеить классному вам не надо это греть это плюс второй плюс я 40 клеит по уровню процентов на 30 лучше чем эпокси не в три раза насколько она стоит дороже на процентов на 30 она клеит лучше и еще один но такой плюсом минус ну наверное плюс на небольшой она густая когда вы мажете ламель она тоненьким слоем ложится на в америку когда вы можете эпокси она жидкая она начинает стекать краев и пока вы промазали вот такую уже метр семьдесят ламель вначале она уже впиталась в дерево нужно еще разок подмазать если у вас сильно пориское дерево так цена 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 влияет на все абсолютно на все влияет цена цена я 40 в три раза дороже эпокси три раза дороже она покупать ее или нет решать вам цена большая минусы эпокси это не клеит при низкой температуре низкая температура считается уже комнатной и комнатной температуре она встанет но свойств никаких не будет если вам нужно и залить просто катачок какой-то зальем если нужно что-то приклеить приклеить но свойств никаких не будет если это ответственная конструкция все разломается не годится это ее минус, когда она стареет она закипает, при разведении уже 30-50 грамм она у вас закипит просто нагревается и становится, все вот это тоже ее минус но у нее маленькая цена, это ее огромный плюс, все друзья надеюсь разжевали, посмотрели выводы делать только вам ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал